Здравствуйте! В эфире программа «Гвардия». До конца проникнуть в тайны градостроения, разобрать по кирпичику историю каждого уникального дома в нашем городе, наверное, не удастся никому. Может, потому что строили его в разные времена люди самых разных национальностей, религий, понимания мира и своего места в нем. Каждое здание говорит с нами на своем языке, у каждого строения свой акцент. И в этом ряду поляки, воли судьбы, занесенные на берега Буйного Терека, не были исключением. Небольшой отряд переселенцев оставил при этом заметный след в развитии строительства, науки, культуры этого горного края. И сегодня Польское национальное общество, которое отметило недавно 20-летие своей организации, прилагает максимум усилий, чтобы следы предков на этой земле не занесли пески забвения. В студии председатель Национально-культурного общества поляков Северной Осетии и Полония Вероника Викторовна Зеленская и члены правления Татьяна Санникова и Зарина Дудиева, а также Фуат Ториелович Кязымов, заместитель председателя комитета парламента по национальной политике и делам молодежи. Вероника, ну что греха таить? Мы с тобой знакомы, можно сказать, с юности. В одном вузе учились, у одних педагогов, которым очень благодарны за все то, что они для нас сделали. И уже тогда ты отличалась особенной вот этой славянской красотой, и мы все знали, какого она роду племени. Я даже не удивилась, что 20 лет назад ты стала во главе вот этого самого культурного центра польского и возглавила это польское воинство. Начинался Национально-культурное общество, Дом Польский тогда назывались первоначально, и уже 20 лет мы существуем, и, наверное, среди национальных обществ, которые входят в нашу Осетию, мы не последнее место занимаем. Хотя на сегодняшний день, с сожалению, могу сказать, что количественный состав общества сильно сократился. Но время идет, время меняется, меняются наши формы работы. Если раньше я брала тем, что у меня было много молодежи, было три ансамбля, был очень талантливый художественный руководитель Ольга Потоцкая. Наши ансамбли хорошо знали. Мы много ездили, нас даже знали в Польшу, нашу Каролинку. На сегодняшний день уже этого нет. Ну, как организм любой, мы бываем младенцами, мы бываем зрелыми. Ну, в общем и целом, у нас наступила пора зрелости, наверное. Мы меняем формы работы, и на сегодняшний день, на сегодняшний день очень много у нас контактов и с музеями, и с библиотеками, и со школами. Сегодня вот за этим столом собрались члены моей организации в первую очередь. Я подумала о том, что это должны быть люди разных возрастных категорий. Вот я хочу представить рядом сидящую со мной Зарину Дудееву, большой патриот польского общества, Татьяна Санникова-Война. Вот женщина, которая имеет пятерых детей и восемь внуков. И все ее внуки, все ее внуки, они, в общем-то, не потеряли вот этой вот связи с польской организацией. Я хочу, чтобы мы поговорили о том, какие вы раскопки ведете, если это можно так назвать, да, раскопками, и как вы это все реставрируете и показываете миру. Когда-то в Старом Владикавказе существовал польский квартал. Это улицы Томаева и Горького, где компактно проживали поляки и евреи. На улице Томаева находилась еврейская синагога, и по улице Томаева был расположен прекрасный, в готическом стиле выстроенный костел. Римско-католический собор для католиков латинского обряда, но в народе его так и назвали – польский костел. И так, в общем и целом, даже в архивных документах идут упоминания польский квартал. Очень много красивых зданий было на тот момент. К сожалению, нет больше костела. Когда-то он был снесен вот в годы репрессии. Это был целый комплекс католических зданий. Это целая культура. И недавно, совсем в декабре месяце, было открытие витража. Хочу похвастаться, что такой витраж в городе Владикавказ, он самый первый. И мне так приятно, когда особенно вечером я проезжаю по улице Томаева, и на остатках этой стены и колонны ворот светится этот костел-призрак. И вот мне слышится орган. Прозвучала фуга Илгана Себастьяна Баха. Когда-то на этой территории, когда стоял костюм, каждое воскресенье, каждое воскресенье звучал орган. Вот здесь на латыни написаны слова с памятью о прошлом и будущем. Мы не должны забывать о том, что было в прошлом. Народ без прошлого, он не имеет будущего. Субтитры создавал DimaTorzok Фуат Терелович, я хочу, чтобы вы рассказали о том, как вот эти реставрационные работы проходили, поскольку вы тоже к этому имели отношение. Через призму вашего взгляда, насколько это важно для всех нас, с азербайджанцев, осетин, поляков, но неважно, кто мы по национальности, вот эти исторические реликвии. Ну, они на той реликвии, что их надо пытаться сохранить, и сохранить не в таком состоянии, когда он неузнаваемый и очень сильно отличается от своего первозданного вида, а именно сохранить так, чтобы до следующих поколений оно дошло в том неизменном виде, в котором оно было. И вот Павел Незеленской, она говорила, что очень много людей участвовало разных национальностей. У нас были там представители и армянской диаспоры, и нашей диаспоры, других национальностей. Ну, само собой представители осетинской национальности. И мы это расценивали не как образец культуры вот именно какого-то одного народа, мы это рассматриваем как образцы нашего исторического наследия. Мы все владикавказцы, мы все любим свой город, мы здесь выросли, мы здесь родились, живем не одно поколение, и поэтому для нас это все дорого. Я, например, не настолько взрослый, чтобы помнить костел, но, допустим, очень обширные, очень широкие взаимоотношения, связи вот именно с польской диаспорой, именно вот нашей азербайджанской диаспорой, я это помню. Хотя вроде, ну, представители различных религиозных направлений, да, там, ислам и католицизм. Но, тем не менее, вот город Владикавказ, это все-таки вот в хорошем смысле слова такой вот плавильный котел, в котором вот из вот этого всего многообразия вот рождалась вот эта наша уникальная, да, вот и архитектура города, и взаимоотношения вот эти человеческие. Это вот все пришло оттуда, и, ну, я считаю, что это обязанность и долг каждого человека, каждого нашего горожанина приложить какие-то усилия к тому, чтобы это сохранить и, самое главное, передать. А если мы это не сохраним, если вот этих образцов культурного наследия не останется, ну, на одних словах рассказывать, ну, это забудется через... Конечно, это не убедительно. Это не убедительно. Еще какие исторические следы удалось, так сказать, вот, что называется, нащупать, выявить и, может быть, вот, показать миру? В планах у нас, значит, создание архивной выставки поляки Терской области и ее столицы Владикавказ. Потому что, работая с архивными материалами, я сталкиваюсь с тем, что это не только Владикавказ, это Грозный, это Моздок и так далее, и так далее. Это очень большая работа. И в этой работе я, конечно, очень надеюсь на патронаж вот Комитета по национальной политике, потому что надо бы привлечь специалистов, все-таки силами вот самодеятельными, такую серьезную тему не поднять. И еще, значит, наша такая вот звездная мечта – это открытие памятного знака на Сапицкой будке. Уже сколько поколений горожан, включая нас с вами, Лариса, выросли с вот этим названием «Сапицкая будка». Надеюсь, что, возможно, в этом году это, наконец, будет реализовано. Давайте организуем своеобразный такой конкурс. Давайте пофантазируем, чтобы это было креативно, чтобы это было элегантно, не избито. Во всех архивных документах, которые я перелопатила по Сапицкому, только материал вот его доклады о том, как много он сделал для сохранения этого лесного массива. И я считаю, что уже один этот факт заслуживает того, чтобы ему был установлен памятный знак. Ни портрета господина Сапицкого, ни где он похоронен, вот этого ничего нет. Это должен быть просто, как вот я вижу, это может быть питьевой источник от благодарных горожан в память о подпорочеке корпуса лесничек господина Николая Феофановича Сапицкого. Помимо всего прочего, прогулочные и для спортсменов, и для мам с детьми прогулочные тропинки. Вот подошел к источнику и прочитал, и все понятно, что это не лесник, который храпел, а подпорочек корпуса лесничек. Человек оставил свой след на этой земле. Который сохранил городу ценное имущество, лесной массив. С одной стороны, история, с другой стороны, культура, искусство. Ну, душа народа – это песни, это изобразительное искусство, это танцы, это все, что можно выразить. Да, был когда-то знаменитый ваш ансамбль «Каролинка», я даже его хорошо помню. Сегодня, наверное, таких возможностей просто нет, дети вырастают, уезжают, я понимаю. Но что вам удается сохранить для того, чтобы остальные тоже знали, как вообще эта польская речь-то звучит? Людей, разговаривающих на польском языке, в организации все меньше и меньше. Да, ну, во-первых, вот если у меня были бабушка и мама, которые говорили, и где-то я, так сказать, как ребенок, вот это ухом слышала. Вся переписка и все переговоры с посольством Республики Польши в Москве проходят только на польском языке. Хотела я этого или не хотела, я должна знать польский язык. У нас, значит, работает в организации кружок польского языка. И, кстати, люди очень многие звонят, сегодня интернет дает такие большие возможности для связи. Мне звонят, со мной связываются из других регионов и республик. У нас в уставе записано, что членом организации могут быть не только поляки. И я стараюсь членов своей организации всегда настроить на такую волну. Каждая национальность, каждая культура имеет столько жемчужин, столько дорогого. Это хорошо, делитесь с этим, но не противопоставляйте ни в коем случае. Татьяна Викторовна, в песни на польском языке, я не знаю, там колыбельные для детей, для внуков, а какие-то стихии, может быть, вот арсенал ваш, где вы вот эти знания черпаете, каким образом передаете? В детстве-то я слышала польскую речь и разговоры, но это было давно. Потом я не учила, не изучала, не знала. И вот Вероника Викторовна напомнила. Вот потом я с ней вот начала, Азы, Созов, она учила нас пословицей, учила нас с самым началом от нее. И потом и пошло уже, и пошло дальше уже. Сейчас я уже могу и книги читать на польском, и без перевода, без ничего уже понимаю нормально, да. А удается передавать? Да, конечно, они с удовольствием слушают. Потом маленькие очень хорошо повторяют, они очень хорошо запоминают. И особенно стихи вот эти детские, с которых мы начинали очень, сказки на польском, очень интересные сказки. Они с удовольствием их смотрят, и удивительно, они понимают. Фатерилович, а вам сложно жить или легче, чем полякам? И с языком, и с традициями. Вас больше, вы сильнее? Вы знаете, нас больше, мы сильнее. Язык у нас является наряду с осетинским одним из государственных языков малых народов России. Но, тем не менее, сложности есть, конечно же. У нас, вы наверняка знаете, что в республике делается очень много для того, чтобы сохранить хотя бы осетинский язык и передать его. То есть там, где в осетинской республике у осетинского народа объективные сложности возникают, то, само собой, у нас эти сложности также есть. У нас, к сожалению, я вот пять лет пытаюсь как-то наладить вопрос для того, чтобы наши дети имели возможность изучать свой язык. Родной язык сохранится в том случае, если будет поддержка государства. Это не та сфера, которую можно скидывать на общественников и считать это достаточным. То есть это надо заниматься на государственном уровне. Соответственно, программы изучения языков, они должны быть также утверждены государством. Вот у нас на протяжении многих веков вот это национальное многообразие, конфессиональное многообразие удавалось сохранить, и что вот эти народы и эти конфессии, они находились именно в мирном сосуществовании, и они тем самым друг друга обогащали. Потому что когда идет конфликт, идет пожирание, как бы, да, вот культурное... Уничтожение. Уничтожение, идет вот ликвидация следов какой-то цивилизации, да. А вот когда взаимодействие, когда мир и дружба, вот в правильном понимании этого слова, то эти этносы, эти народы, они друг друга обогащают. Что вы в свою молодую жизнь берете вот из того, чем вы напитались вот в этом обществе? Что для вас там важно? В наше время есть одна единственная проблема. Вот вы сейчас сказали, надо это все ценить, сохранять и так далее, и тому подобное. Но не только для нашего поколения, а именно для поколения, которое подрастает. Я училась в Польше, это был шестой класс. Это именно школа подставовая называется, начальная школа. Это именно последний класс этой школы. Потом ты сдаешь официальный экзамен и переходишь на следующую ступень. Вот. И мне посчастливилось проучиться там два года. Поэтому я, в принципе, наверное, осталась до сих пор там, душой и сердцем. И на сегодняшний день самые два ярких впечатления и воспоминания в моей жизни – это проживание в Польше и рождение моего ребенка. Вот не поверите, может, это совершенно разные точки, но это действительно так. Я по сей день общаюсь со своими друзьями. Сначала это были письма, теперь уже это соцсети и так далее. О родителях хочу сказать, потому что я сейчас очень много общаюсь с молодыми родителями. И какая разница? Польские родители молодые очень много уделяют внимания общению со своими детьми. Очень много. Будь то на детских площадках. Заняты они, не заняты, не имеет значения абсолютно. Они бросают все, и они должны объяснить своему ребенку в этот момент. Это будет исторический какой-то факт. Чего бы это ни касалось, какой отрасли бы это ни касалось. И вот это для меня было просто огромным поражением, потому что здесь я пыталась в дальнейшем это хоть где-то просмотреть, углядеть, но не получается действительно. И хотелось бы, чтобы родители сегодня... Вообще в Осетии есть тенденция считать детей до какого-то такого уже приличного возраста. Они еще маленькие, они не понимают, нету такого. Заветующий детский сад. Да, они все понимают, и именно родители могут передавать своим детям историю. Вот чего я им и желаю, очень хотелось бы. Эта тема тебя волнует еще и потому, что ты по профессии. Давай уж раскрывай все карты. Да, я руководитель частного детского сада, и очень много провожу времени с детками. Вот, и действительно... У тебя есть возможность теперь провести параллели. Да, все верно. Вот что-то такое яркое, нужное, важное взять оттуда, перенести сюда. Вот мы говорили про песни и танцы, немножко в сторону отошли. Конкретизируем, потому что я хочу, чтобы наши зрители и послушали, и увидели что-то. Ну, я говорила о том, что на первом этапе существования нашей организации это была самая яркая фишка, три ансамбля. Ну, потому что был очень талантливый художественный руководитель Ольга Потоцкая. И мы тогда, мы не знали, как, в общем и целом, ставить польские танцы, какие польские песни. У нас был один единственный всего песенник. Слушайте, мы в 2001 году организовались, и я тогда принимала участие во всем. Вот предлагало посольство конкурс, мы в нем участвуем. И представляете, рождественское чудо, 2002 год, нам всего один год. Наша девочка Настя Шевченко занимает первое место в конкурсе рождественского рисунка. На базе ее рисунка была открытка в Польше, она у меня и сегодня есть. И она была награждена бесплатной поездкой в Польшу. Я всеми правдами и неправдами сделала так, что с ней поехала вместе художественный руководитель Ольга Потоцкая. Тогда, когда приехал из Польши, мой художественный руководитель, попив польской водицы, отведав польских блюд и так далее, и так далее, тогда мы уже, она привезла очень много литературы. И когда к нам впервые приехал консул Виолетта, пани Виолетта Собираньска в 2003 году, по-моему, нам всего второй год, да, она была потрясена. Боже мой, организация, которая позавчера организовалась, у нее такой мощный репертуар. Вот, в репертуаре Каролинки и Весны были, ну, я не знаю, около 60 песен. Вот, и тогда мы получаем такое второе рождественское чудо. По приезде консула она, значит, прислала нам 11 мест для участников ансамбля Каролинка на летний отдых в Польшу. С тех пор активное такое взаимодействие с польскими фондами. Летний отдых в Польше ежегодно от нашей организации выезжали на летний отдых бесплатный 11-15 человек. Дальше пошли курсы фольклорные, хоровые курсы, кореографические курсы. То есть очень много всего мы могли получить уже непосредственно с нашей исторической родины. Еще какие юбилейные мероприятия прошли в республике? Приехали гости, не только гости, но еще и артисты приехали к нам с польскими номерами танцевальными из Волгограда. Приехал ансамбль танцевальный, очень красиво они танцевали. У нас была очень красивая выставка организована, Крещение Польши, где мы могли познакомить горожан, вот владикавказцев и гостей наших с вот такими историческими событиями, как Крещение Польши. Лекцию по этому поводу читал у нас пан Александр Селицкий, очень хороший, была очень интересна. Концерт был у нас тоже организован, как раз и ансамбль танцевальный выступал, и другие коллективы выступали. И еще у нас выступал коллектив Бесландской детской музыкальной школы, который исполнял песни на польском языке. А Бесландский хор, Бесландская детская музыкальная школа, Поскольку хормейстером является художественный руководитель нашей организации Виктория Пархоменко, это неудивительно. И этот хор, коллектив этого хора выезжал даже на фестиваль хоровых коллективов в Польшу, где тоже не посрамил Северную Осетию, выступил очень достойно. Северная Осетия 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 деятель, потому что вы политик. Как вы к этому относитесь? Что, на ваш взгляд, может сделать народная дипломатия вот в условиях, когда ну что-то там наверху не складывается? Очень много. Очень много. И вот у нас в республике тому яркие примеры являются те шаги, которые предпринимала наша Осетия, наше межнациональное движение «Наша Осетия». Вот. С представителями грузинского национально-культурного общества, еврейского национально-культурного общества в дни, когда у нас был конфликт в 2008 году, связанный с событиями в Южной Осетии. То есть очень много было сделано для того, чтобы довести правду до международной общественности о истоках этого конфликта, о хронологии его развития. То есть все это искажалось. Опыт вот этот уже есть. Конечно. И опираясь на него... У нас в республике опыт богатейший. У нас наши вот старшие, то есть наши руководители национальных обществ, которые... Ну, более 30 лет у нас это движение. Оно уникальное было движение в Российской Федерации. Вы знаете, мы этим всегда гордились. И всегда на федеральном уровне отмечают, что именно вот это движение, оно началось именно в нашей республике. И все конфликтные ситуации связаны и с событиями у нас в пригородном районе, и все конфликты, которые были связаны с именно событиями в Южной Осетии, в Абхазии. И, допустим, недавно, пару лет назад, когда была очередная острая фаза отношений между Арменией и Азербайджаном, наши, допустим, общины здесь, которые в Осетии проживают, и армянская, и азербайджанская, мы очень много работали с представителями наших общин для того, чтобы купировать какие-то проявления вот этих конфликтов именно у нас в республике, потому что... И соединять вот эти берега, соединять людей, не разъединять, а посредством той же музыки, того же научного общения. Наука и культура вне границ. Абсолютно точно. Да, мало того, они как раз-то и объединяют, они и помогают людям и глаза открыть на какие-то вещи, и посмотреть в перспективе на свою жизнь, на жизнь своей республики, своей нации, соседей, которые рядом живут. Как мыслите в дальнейшем развитие вашего движения национального, скажем так? Вот в рамках 20-летнего юбилея нашей организации самым ярким, так сказать, направлением, которое было в плане этих мероприятий, было проведение международной научной конференции, тему, которую задали поляки, которые очень грамотно, очень тактично и очень по-научному озвучили тему этой конференции «Мир сарматских традиций. Польша и Кавказ между мифом и историей». И эта тема привлекла огромный интерес, потому что мне звонили из Алагира, звонили из Ордона, звонили из Моздока, спрашивали, как можно принять участие в этой конференции. Были определены докладчики с очень интересной тематикой докладов. В обязательном порядке, поскольку одним из партнеров этой международной конференции был Варшавский университет, должны были приехать профессора Варшавского университета. Но так случилось из-за пандемии. Профессора не получили, к сожалению, визы, и мы проводили эту конференцию онлайн, которая тоже онлайн не получилась в связи с техническими неполадками в городе, был отключен свет. Тем не менее, все те докладчики, которые были запланированы в этой научной конференции, выступили. Тема для обсуждения была интересной. И мы так думаем, что, возможно, эта тематика, потому что вот на таком уровне такую тему мирсарматских традиций еще не поднимался. На 20-летний юбилей организации нашей приехали председатели из 25 регионов России, начиная от Севера, Красноярск, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Уфа, Сочи, Новороссийск, Краснодар, Петербург, Москва и так далее. И для всех, для них, эта тема была интересна. Я не говорю уже о наших ученых. И хочу, пользуясь случаем, выразить большую благодарность Владикавказскому научному центру и СОИКСИ, нашей уважаемой, дорогой Зелень Владимировны Кануковой, Алексею Людвиговичу Чибирову, за их поддержку. И вообще-то они готовы продолжать эту работу. Я считаю, что это направление перспективное. Конечно, без всяких сомнений. Это как раз и есть народная дипломатия. Все перспективно, если это работает на мир, на созидание, на расширение границ, на понимание между людьми. Это все очень важно и ценно. Несмотря на все напряженные такие вот моменты в политике, мы же не перестаем быть поляками. Мы граждане Российской Федерации. И нас же никто не может заставить, да и не заставляет, слава тебе, Господи, забыть о том, о своей идентичности, о том, что мы поляки. Да, мы российские поляки. Да, мы любим свою культуру. Да, мы болеем за свою историческую родину. Хочу вот сказать словами пятигорского поэта, который родился в Варшаве, но, так сказать, остаток своей жизни провел в Пятигорске. Вот Ян Бернард, который сказал такие слова. За Польшу, Господи, молюсь. Была б жива и невредима. И молится душа за Русь. Две боли так болят взаимно. Это касается не только Польши, это касается и Азербайджана. Конечно. Это касается любой народности, любого народа, представители которого проживают здесь, рядом с нами. Мы и беречь их должны, и помогать им в то же время, и понимать. Это все в одну копилку, вот в наш дом. Все мы понимаем, что каких бы мы не были национальностей, конфессий, мы в первую очередь граждане этой большой, замечательной страны. И все, что мы делаем, мы это делаем не только для того, чтобы как-то потеснить других и найти себе более привлекательное место под солнцем, а это делаем прежде всего для развития нашей большой, многонациональной, многоконфессиональной, здоровой, вот в этом плане, морального, вот именно морального, здоровья. То есть мы, на самом деле, сейчас это в том числе и миссия нашей страны, потому что вы знаете, сколько всяких искажений и в социальном плане, и в моральном плане. Мы в очень сложное время живем, совершенно верно. Страшное время. И только вот здоровое общество, только вот люди, которые вот понимают друг друга, которые берегут друг друга, которые уважают друг друга, только вот в таком вот взаимодействии, конечно же, можно говорить о том, что мы что-то можем сделать для нашей страны, чтобы ее укрепить и сделать сильнее. Во все времена народная дипломатия это та дорога, которая ведет к миру через созидание. И победа на этом пути никогда легко не давалась, а всегда оставалась за теми, кто упорно тарил эту дорогу. Всего доброго, до свидания, добра и мира нашим домам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова